Матфея, глава двадцать пятая, стихи четырнадцатый, тридцатый. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение своё. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошёл, употребил их в дело и приобрёл другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрёл другие два. Получивший же один талант, пошёл и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин Рабовтех и требует у них отчёта. И, подойдя, получивший пять талантов, принёс другие пять талантов и говорит. Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрёл на них. Господин его сказал ему. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошёл так же и получивший два таланта и сказал. Господин, два таланта ты дал мне. Вот другие два таланта я приобрёл на них. Господин его сказал ему. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошёл и получивший один талант и сказал. Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, Жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошёл и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твоё. Господин же его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый, Ты знал, что я жну, где не сеял, И собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, И я, придя, получил бы моё с прибылью. Итак, возьмите у него талант И дайте имеющему десять талантов, Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, А у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, Там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил. Кто имеет уши слышать, дослышит. Сегодня Господь снова преподает нам Очень важный урок через притчу о талантах. Мы слышали много поучений об этом отрывке И хорошо с ним знакомы. Итак, мы видим, что господин уезжает в дальнюю страну И отдаёт своё имущество в руки своих верных слуг. Слуга, которому было много дано, Много и приобрёл, А затем вернул своему господину, А кому было дано меньше, Тот приобрёл меньше И тоже вернул своему господину. Но тот, кому было дано меньше всего, Не использовал полученное, Чтобы извлечь из него прибыль. Вместо этого он закопал его в землю. Когда его господин наконец вернулся, Он отдал ему именно столько, Сколько было ему дано. Поэтому его господин осудил его И отнял у него даже то, что тот имел. В конце концов, он был им отвергнут И изгнан из его царства в проклятое место, Там, где скрежет зубов. Мы очень хорошо знаем этот отрывок. Господь в нём говорит, Ибо он поступит как человек, Который, отправляясь в чужую страну, Призвал рабов своих И поручил им имение своё. И одному дал он пять талантов, Другому два, Иному один, Каждому по его силе, И тотчас отправился. Прежде, чем господин уехал, Он дал своим слугам определённые поручения. Слово «талант» на самом деле означает способность, Но в этой притче оно означает Количество золота и серебра. Во времена Иисуса Один талант был равен шести тысячам динариев, А дневной заработок человека Составлял один динарий. Поэтому один талант был огромной суммой денег. Итак, в этой притче мы видим, Что Бог даёт своим слугам разные таланты И возлагает на них разные обязанности. Одним он дал много работы, А другим мало. Мы должны полностью это осознать, Что Бог дал нам работу. Бог спас нас посредством Евангелия воды и духа И дал каждому из нас работу, Соответственно, нашим талантам, Которыми он нас наделил. Прежде всего, он наделил каждого из нас Талантом и способностью Выполнять его работу В том или ином виде. Господь дал нам определенные поручения, А затем снова взошел на свои небеса. До своего ухода он сказал, Что вернется и соберет своих слуг И вознаградит их за выполненную работу, А также, что им будет даровано Тысячелетнее царство И царство небесное. Бог дал каждому из нас Свою работу и наделил нас Различными талантами и способностями, Чтобы мы могли ее выполнить. Слуга, который получил пять талантов, И тот, кто получил два, Делали все возможное, Чтобы преданно выполнить свои обязанности И порадовать своего господина. Но тот, кто получил один талант, Не был предан своему делу. Он сохранил один талант, Как есть, И вернул его своему господину, Получив от него укор. Фактически, этот слуга сказал, Я знаю, что ты злой господин, Который жнет там, где не сеял, И поэтому ничего не делал с талантом, Который ты мне дал. Я закопал его в землю В том же виде, В котором ты мне его дал, И теперь возвращаю его тебе. За свое непослушание Этот слуга был изгнан Из царства Божьего Во тьму кромешную, Где он плакал и скрежетал зубами. Наверное, вы очень хорошо знаете Этот отрывок. И я хочу подчеркнуть, Что его основной смысл в том, Что Бог поручил своим служителям Свое дело. Бог наделил талантами Всех тех из вас, Кто получили прощение грехов, Чтобы мы выполняли его работу. Одни люди талантливы В одной сфере деятельности, А другие в другой. Все без исключения, Кто получили прощение грехов, Были наделены способностями И талантами, Необходимыми для выполнения Божьей работы. Наделив нас всем этим, Бог поручил тем из нас, Кто обрели прощение грехов, Свою работу. На одних святых Он возложил Огромную ответственность, На других Меньшую, Соответственно, Нашим личным талантам. Но мы видим, Что тот, Кто получил один талант, Не пошевелил и пальцем, Чтобы выполнить Порученное ему дело. Возможно, Этот человек Принял Евангелие, Но не признал того факта, Что Бог Наделил его талантом И поручил ему Выполнить С помощью него Определенную работу. Он только Услышал Евангелие И уверовал в него, Но пренебрег Всеми Божьими заповедями. Однако Тот, Кто получил Пять талантов, Пошел, Заработал Еще пять талантов И отдал Своему господину Еще пять талантов. Тот, Кто получил Два таланта, Заработал на них Еще два И в итоге Отдал Своему господину Четыре таланта. Но тот, Кто получил Один талант, Просто взял то, Что ему было дано, И вернул его Своему господину Обратно, Сказав ему, Я знал, Что ты Жестокий человек И много Нам не даешь, А наоборот Отнимаешь. И вот, Помня об этом, Я спрятал То, Что ты мне дал И принес тебе Обратно То, Что получил. По сути, Ты не дал нам Ничего, Кроме работы. Так что, Вот твой талант, Который Ты мне дал. Как мы должны жить После того, Как мы получили Прощение грехов? Разве можем мы Не трудиться для Господа После того, Как получили Прощение грехов? Как нам не трудиться Для Бога, Если каждый Получил свои таланты? Одни из нас Получили талант Работать на компьютере, Другие Были наделены Большой силой И талантом Эту силу Использовать, А третьи Получили талант Трудиться руками И ногами Или другие таланты, Чтобы служить Господу Различными способами, Бог поручил Каждому из нас Определенное дело, Чтобы мы Могли служить Господу В определенной Сфере деятельности Так разве можем Мы думать, Что нет ничего плохого, Если человек, Который получил Прощение грехов, Отказывается Трудиться Для Бога? Вот на что Мы хотим Сегодня Обратить Пристальное внимание Господь Говорит здесь, Что человек Допускает Большую ошибку, Если Нечестиво Помышляет О том, Что нет Ничего плохого В том, Что он, Получив Прощение Грехов Отказывается Трудиться Для Бога? У тех, Кто получили Прощение Грехов, Нет Иного выбора, Кроме как Трудиться Для Бога? Люди, Которые Не трудятся Для Бога, Это Грешники Как Бог Бог Поручил Для себя Святому делу, Которое Он им Поручил Злыми И ленивыми Слугами Мы должны Трудиться Для Бога И никогда Не пренебрегать Этой работой Как Бог Относится К тем, Кто Отказываются Трудиться Для Него? Он считает Их Злыми людьми Такой Человек Не приносит Добрых Плодов И в конце Концов Усыхает Заслужив Божье Проклятие Что Произойдет Если Вы получите Прощение Грехов Но не будете Трудиться Для Бога Говоря При этом Я Действительно Получил Прощение Грехов Но не Не буду Для Него Работать Нет Никаких Сомнений В том Что Вы будете Пытаться Исполнять Свои Плодские Желания Копить Деньги И Молиться Возлагая Руки На головы Других Людей Да еще И Хвастаться Этим Вы Попытаетесь Скопить Огромную Сумму Денег Чтобы Купить Себе Большой Дом И Шикарную Машину И будете Прожигать Жизнь Конечно Все Так И будет Не Правда Ли Если Вы Не будете Трудиться Для Бога Как Божий Человек Который Хорошо Знает Евангелие И Верит В Него И Которому Поручено Его Дело Что Тогда Подумает О Вас Бог Библия Говорит Что Он Конечно Же Сочтет Вас Самым Нечестивым И Вероломным Человеком Из Всех Нечестивых Людей Еще Худшим Чем Те Кто Не Получили Прощения Грехов Господь Сказал А Который Не Знал И Сделал Достойное Наказание Бит Будет Меньше И От Всякого Кому Дано Много Много И Потребуется И Кому Много Уверено С Того Больше Взыщут Луки Глава Двенадцатая Стих Сорок Восьмой Что Произойдет Если Мы Станем Пренебрегать Божьей Работой И Перестанем Служить Евангелию После Того Как Получили Прощение Грехов Мы Станем Подобно Чадам Змея Мы Уподобимся Людям Которые Вопреки Его Воле Губят Людские Души В этом Мире Вместо Того Чтобы Спасать Эти Драгоценные Души Как И Повелел Бог Они Будут Ввергнуты В АД Разве Они Спасены Какое Там Спасение Все Все Отменяется Вот Что Скажет Бог Когда Посмотрит На тех Кто Не Служат Евангелию Даже В этой Земной Жизни Дома Есть Дети И Родители А На Какой Нибудь Фирме Есть Директоры И Служащие Также На Фирме Есть Отделы В каждом Из Которых Есть Свой Начальник И Свой Штат Служащих Которые Выполняют Свою Работу Если Какой Либо Служащий Не Будет Выполнять Свою Работу Как Он Будет Выглядеть В Глазах Директора Фирмы Директор Будет Смотреть На Него С Презрением Что Подумает Директор Фирмы Если Какой То Служащий Все Время Чем То Недоволен Ругает Всех И Вся Не Уважительно Относится К Фирме И Постоянно Призывает К Забастовкам И Возмущениям На Такого Служащего Будут Смотреть Как На Врага И Вскоре Уволят С Работы Получив Прощение Грехов Мы Должны Помнить Что Если Мы Не Будем Заниматься Божьим Делом Это Не Только Повредит Самому Делу Но И Лишит Других Людей Возможности Обрести Спасения И Все Из-за Нашего Непослушания Другие Люди Смогут Получить Прощение Грехов Если Те Кто Его Уже Получили Посвятят Себя Делу Распространения Евангелия Чтобы Ищущие Слово Божьего Тоже Получили Прощение Грехов Господь Говорит Что Спросит С нас За грех Нежелание Свидетельствовать О Евангелии Если Мы Будем Пренебрегать Этим Делом Последствия Этого Небрежения Будут Таковы Что Мы Лишим Людей Возможности Обрести Спасение В Книге Пророка Иезекииля Мы Читаем Что Бог Призовет Стража К ответу Если Народ Будет Захвачен Врасплох Врагами Из-за Того Что Он Пренебрег Своими Обязанностями Иезекииль Глава Тридцать Третья Стих Шестой Я Пережил Такие Трудные Времена После Того Как Получил Прощение Грехов Что Даже Думал Не Бросить Ли Мне Свое Дело Ради Мира В Семье Я Должен Держать Рот На Замке Ради Тех Кто Меня Окружает Если Я Перестану Служить Евангелию Они Успокоятся А что Если Бы Я Находясь В столь Трудном Положении Пошел На Уступки И Закрыл Свои Уста Во-первых Моя Семья Не Услышала Бы Это Евангелие Во-вторых Его Бы Не Услышали Окружающие И В-третьих Его Бы Не Услышал Никто В Этом Мире Я Боролся С этим Изо Всех Сил Но Меня Мучили Следующие Мысли Не Следует Ли Мне Ради Собственного Спокойствия Умолкнуть И Остаться В Своей Динаминации Или Я Должен Служить Евангелию И Делать Божье Дело Даже Если Это Будет Означать Что Я Столкнусь С Трудностями Подвергнусь Гонениям И Буду Изгнан Из Своей Динаминации Тщательно Все Взвесив И Обдумав Я Решил Встать На Сторону Господа И Во Все Услышание Объявить Я Буду Служить Евангелию Я Буду Делать Божье Дело В Мире Не Найти Истинного Евангелия Разве Я Могу Закрыть Свои Уста Если Этого Евангелия Нигде Нет Я Знаю Это Евангелие И Получил Прощение Грехов Но Очень Многие Люди Не знают Этого Евангелия И Не Верят В Него И Как Они О Нем Услышат Если Я Не Буду Его Распространять И Вот Приняв Твердое И Окончательное Решение Я Подумал Я Должен Делать Божье Дело Я Буду Делать Божье Дело И Распространять Евангелие По Всему Миру Я Считаю Что Должен Это Делать Даже Если Это Очень Трудно И Хотя На Первых Порах Я Испытал Много Трудностей Я Подумал Что Это Ничто По Сравнению С тем Что Пришлось Испытать Моисею Я Думал Моисей Оставил Свой Дворец В Египте Со Всем Его Богатством И Сорок Долгих Лет Скитался По Мадиамской Пустыне Пася Овец И Повинуясь Господу И Разве Можно С этим Сравнить То Что Делаю Я И Кроме Того Рожденный Свыше Человек Должен Трудиться Ради Торжества Великого И Справедливого Дела В этом Мире Вместо Того Чтобы Жить В Угоду Своим Жалким Похотям После Того Как Я Решил Следовать За Господом Несмотря Ни На Что Я Обрел В Своей Душе Мир Это Было Трудно Но Я Отверг Все Сомнения И Принял Правильное Решение Итак Я Уверовал В Евангелии Воды И Духа И Начал Служить Евангелию И Делать Божье Дело После Того Как Я Взял На Себя Это Обязательство Бог Поручил Мне Много Работы И Повелел Мне Распространять Это Евангелие По Всему Миру Он Также Сказал Мне Ни Один Человек В мире Не Знает Этого Евангелия Истины Этого Не Знают Даже Богословы И Пасторы И Никто Из Христиан В Этом Мире Вооружившись Этим Славным Драгоценным Евангелием И Божьими Наставлениями Я Решил Что Должен Противостоять Всем Богословам И Динаминациям Таким Образом Я Начал Познавать Божью Волю И Решил Ее Исполнять Некоторые Люди Говорили Мне Ну Кто Ты Такой Лютер Что Ли Не 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 Божьем Мире И Всех В нем Живущих Ты Бы Лучше О Самом Себе Позаботился Да Я Не Мартин Лютер Мартин Лютер Был Религиозным Реформатором В Его Время Немецкие Дворяне А Так же Короли Европейских Стран Платили Папе Римскому Большие Налоги Большинство Западных Стран Того Времени Жила По этим Строгим Религиозным Законам Римско-католической Церкви Нарушение Которых Не Допускалось Таким Образом Власть Папы Достигла Своего Апогея А в Англии Была Основана Англиканская Церковь Из-за Того Что Папа Не дал Английскому Королю Генриху Восьмому Разрешение На Второй Брак Известно Ли вам Что Мартин Лютер Был Католическим Священником Внутри Города Рима Существовал Независимый Город Государства Под названием Ватикан И Папа Был Его Единоличным Правителем Ему Понадобились Большие Суммы Денег На Строительство Собора Святого Петра И Вот Чтобы Собрать Необходимые Средства Папа Лев Десятый Приказал Своим Подданным Продавать Индульгенции Они Продавали Индульгенции Навязывая Их И Говоря При этом Грамота Которую Вы Купите Выведет Ваших Родителей Из Ада И Введет Их В Чистилище Если Они В аду А Если Вы Еще Доплатите Это Выведет Их Из Чистилища И Введет На Небеса И Наивные Люди Платили Им Большие Деньги Мартин Лютер Считал Что Это Большое Заблуждение И Искажение И Тогда Он Вывесил Девяносто Пять Тезисов С Аргументами Против Заблуждений Католической Церкви Того Времени Это Принесло Ему Большие Проблемы И Его Вызвали На Религиозный Суд Папа Римский Хотел Его За Это Убить Но Немецкие Дворяне Которые Хотели Избавиться От Угнетения Со Стороны Папы Римского Взяли Мартина Лютера Под Свою Защиту История Рассказывает Нам Что Он Уединился В Отдельной Комнате И Переводил Священное Писание Также Он Написал Письма Со Сравнительным Анализом В Папский Двор Который В Ватикане Так Было Положено Начало Религиозной Реформации На Заре Шестнадцатого Века После Этого На Историческую Сцену Вышел Жан Кальвин Из Франции А после Него В Шотландии Появился Джон Нокс И много Других Вождей Религиозной Реформации В Европе Однако Религиозная Реформация Это Ничто По сравнению С истиной Евангелия Воды И Духа Эти Так Называемые Религиозные Реформаторы Не проповедовали Евангельскую Истину О воде И духе Я считаю Что Бог Наделил Талантами И способностями Всех людей Которые Получили Прощение Грехов И Поручил им Своё Дело Мы Увидели Это Так же И в Сегодняшнем Отрывке Из Писания Этот Мир Не мог Бы Спастись Если бы Люди Которые Истинно Родились Свыше Только Обрели Своё Спасение А потом Забыли О деле Божьем Вот почему Я напоминаю Вам Что те Кто Не трудятся Для Бога После того Как получили Прощение Грехов Являются Нечестивыми Людьми Это Самые Вероломные Злодеи Из Всех Злодеев Некоторые Могут На это Возразить Сказав Разве Они Несмотря На это Не Получили Прощение Грехов А если Они Его Получили Зачем Богу Отправлять Их В ад В сегодняшнем Отрывке Из Писания Господь Говорит Что Извергнет Этих Ленивых Людей Из Своего Царства Давайте Прочитаем Матфея Глава 25 Стихи 24 25 Вместе Чтобы Вы не думали Что Это Только Мое Личное Мнение Данный Отрывок Гласит Подошел И Получивший Один Талант И Сказал Господин Я Знал Тебя Что Ты Человек Жестокий Жнешь Где Не Сеял И Собираешь Где Не Рассыпал И Убоявшись Пошел И Скрыл Талант Твой В земле Вот Тебе Твое Здесь Мы Должны Понять Что Бог Поручил Этому Слуге Особое Дело В соответствии С его Положением Но Слуга Подумал Что Он Не Дал Он Не Дал Мне Ничего Он Просто Попросил Меня Поработать Для Него Это Такой Человек Который Пытается Собирать Там Где Не Рассыпал Ежать Там Где Не Сеял Он Понял Своего Господина Именно Так Из-за Этого Ужасного Отношения К Своему Господину Он Отказался Делать Божье Дело Которое Было Ему Поручено Даже Несмотря На то Что Услышал Евангелие И Обрел Спасение Что Бы Он Не Делал Он Делал Это Для Себя Он Даже Палец Не Ударил И Ничего Не Сделал Для Бога До Самой Своей Смерти В Конце Концов Господин Вернулся Когда Тот Слуга Не Ожидал Когда Пришло Время Подсчитать Прибыль Этот Слуга Выразил Своему Господину Презрение Сказав Следующее Я Я Знал Что Ты Вернешься Потому Что Ты Так Сказал Ты И Правда Жестокий Человек Раз Попросил Нас Работать На Тебя Даром Из Этого Мы Понимаем Что Господь Даровал Человеку Который Получил Прощение Грехов Таланты И Благословения И Поручил Ему Своё Дело Но Слуга Решил Что Это Не Его Талант И Занялся Своим Собственным Делом Вместо Божьего Как Же Тогда Господь Поступит С Этим Человеком Его Ждет Наказание Даже Несмотря На То Что Он Принял Истинное Послание Стихи Двадцать Шестой Тридцатый Гласят Господин Же Его Сказал Ему В ответ Лукавый Раб И Ленивый Ты Знал Что Я Жну Где Не Сеял И Собираю Где Не Рассыпал Посему Надлежало Тебе Отдать Серебро Мое Торгующим И Я Придя Получил Бы Мое С прибылью Итак Возьмите У него Талант И Дайте Имеющему Десять Талантов Ибо Всякому Имеющему Дастся И Приумножится А А Не Имеющего Отнимется И То Что Имеет А Негодного Раба Выбросьте Во Тьму Внешнюю Там Будет Плач И Скрежет Зубов Если Какому-нибудь Служителю Было Поручено Божье Дело Но Он По Какой-то Причине Не Смог Его Выполнить Ему Следовало Передать Свою Работу Другому Человеку И Снять С себя Ответственность За нее Но Если Он Даже Не Беспокоился О деле Которое Было Ему Поручено И Даже Не Передал Его Другому Человеку Значит Он Препятствует Божьему Делу Похоронив Его Вместо Того Чтобы Его Завершить Поэтому Даже Несмотря На то Что Он Услышал Евангелие И Уверовал В Него Что Ему Было За Его Грех Сказано А Негодного Раба Выбросьте Во Тьму Внешнюю Там Будет Плач И Скрежет Зубов Что Такое Тьма Внешняя Не Ад Ли Это Бог Поступит Строго И Жестоко С Ленивыми Людьми Которые Так Относятся К Его Делу Он Считает Их Еще Большими Грешниками Чем Тех Кто Не Уверовали В Это Драгоценное Евангелие И Не Родились Свыше Человек Который Еще Не Получил Прощение Грехов Имеет Шанс Спастись Но Человек Который Уверовал А Затем Отвратился От веры И Стал Грешником Никак Не Может Покаяться Снова В данном Случае Один Талант Два Таланта И Пять Талантов Указывают На Количество Работы Которая Была Дана Каждому Служителю Независимо От Того Сколько Им Было Дано Работы Что Будет С теми Кто Не Выполнили Своих Обязанностей И Ушли Из Церкви Поступая Таким Образом Они Губят Многих Людей И Поэтому Не Смогут Избежать Божьего Гнева Мы О Таком И Помыслить Не Можем Если У Нас Есть Совесть Господь Оставил Небесный Престол И Пришел В Этот Низший Мир В Образе Собственного Творения То Есть Человека Он Прожил Тридцать Три Года Чтобы Понести На Себе Наши Грехи А Чтобы Понести На Себе Наши Грехи Он Принял Крещение Умер На Кресте И Воскрес Из Мертвых Так Разве Можем Мы Не Свидетельствовать О Таком Спасении И Жить Только Для Себя Если Он Терпел Такое Унижение Долгие Тридцать Три 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 На Этой Земле Господь Исполнял Свои Обязанности Ради Нас Он Молился В Гефсиманском Саду Отче О Если бы Ты Благоволил Пронести Чашу Сию Мимо Меня Впрочем Не моя Воля Но Твоя Добудет Таким Образом Господь Взошел На крест После Того Как Понес На себе Грехи Мира Иисус Знал Что Все Произойдет Именно Так Как Написано Но Не Искал Никакого Оправдания На суде Пилата Он Он Мог Бы Избежать Смертной Казни И Освободиться От Несправедливого Заключения Если бы Оправдался Перед Ними Правитель Пилат Освободил Бы Его Если бы Он Только Сказал Я Не Бог О Котором Говорят Иудеи И Я Никогда Такого Не Говорил Пилат Сказал Только Скажи Мне Это И Подтверди Что Ты Не Царь Иудейский Тогда Я Тебя Отпущу Я Имею Власть Отпустить Тебя Пилат Действительно Хотел Отпустить Иисуса Но Господь Не Сказал Ничего Почему Иисус Хранил Молчание И Ничего Не Сказал Он Сказал Что Будет Пригвожден К Кресту И Прольет Свою Кровь Потому Что Он Уже Принял Крещение И Взял На Себя Все Грехи Человечества Вот Почему Он Ничего Не Сказал Почему Он Это Сделал Он Сделал Это Чтобы Исполнить Волю Отца И Спасти Нас От Всех Наших Грехов Господь Не Искал Никаких Оправданий Вместо Этого Он Понес Наказание Чтобы Спасти Нас С вами От Греха С Последним Вздохом Он Воскликнул На Кресте Совершилось И Умер После Этого Он Воскрес Из Мертвых На Третий День И Взошел В Царство Небесное И Ныне Он Стал Для Всех Нас Вечным Спасителем Послание К евреям Гласит Вот Иду Исполнить Волю Твою Боже Неужели Мы были Сынами Божьими Изначально Нет Конечно Мы были Грешными Созданиями Ради Таких Созданий Как Мы Бог Послал В этот Мир Сына Своего Единородного Велел Ему Смыть Все Наши Грехи Водой И Кровью И Даровал Нам Полное Спасение Поэтому Мы Теперь Можем Обрести Спасение Через Евангелие Воды И Духа Которое Он Нам Даровал И Таким Образом Стать Чадами Божьими Бог Повелел Своим Чадом Проповедовать Евангелие Людям В этом Мире Но Если Мы Дети Божьи Откажемся Выполнять Эту Работу Которую Он Нам Дал То Скажите Мне Кто Будет Заниматься Этим Важным Делом Какими Людьми Мы Станем Если Не Будем Выполнять Эту Работу Мы Станем Неблагодарными Людьми Непригодными Для Использования В Его Царствия Я Тоже Человек И Мне В голову Приходит Много Разных Мыслей Но Я Твердо Верю В Него И И Исповедую Не Важно Если Я Окажусь В Трудном Положении И Даже Если Моя Работа Будет Ити Плохо Важно Чтобы Я Старался Изо Всех Сил Я Уверен Что Господь Увидит Что Я Умею А Что Нет Только Если Я Буду Отдавать Его Делу Все Свои Силы Меня Часто Посещают Разные Мысли Но Я Всегда Думаю О Деле Которое Поручил Мне Бог И Отдаю Ему Все Свои Силы Потому Что Только Так Нужно Служить Евангелию И Только Так Следует Жить Это Относится Ко Всем Тем Из Нас Кто Получили Прощение Грехов В церкви Божьей Каждый Кому Было Поручено Божье Дело Должен Сделать Все Возможное Чтобы Его Выполнить Все Мы Дети Из Воскресной Школы И Взрослые Штатные Работники И Святые Миряне Являемся Божьими Детьми И Божьими Служителями И Каждому Из Нас Было Поручено Свое Дело Если Человек Не Хочет Трудиться Для Бога Мы Ничего Не Сможем С Ним Сделать Но Этот Человек Должен Осознавать Последствия Своего Поведения Люди Которые Так Себя Ведут Будут Отлучены От Собрания Отлученные От Собрания Это Те Кто Потакают С Собственным Похотям Те Кто Не Трудятся Для Бога После Того Как Получили Прощение Грехов Это Нечестивые Люди И Это Еще Не Все Эти Люди Попадут В Ад Не Уже Ли Вы Думаете Что Все Будет В Порядке Только Потому Что Вы Получили Прощение Грехов Нет Таких Нечестивых Людей Как Те Кто Не Трудятся Для Бога После Того Как Получили Прощение Грехов И Нет Таких Нечестивых Людей Как Те Кто Не Трудятся Для Бога Даже Несмотря На То Что Знают Что Они Должны Делать И Что От Них Требуется У Нас Много Способностей И Недостатков Но Даже Несмотря На Эти Многочисленные Недостатки Мы Продолжаем Усердно Трудиться Используя Таланты Которыми Наделил Нас Бог Какими Людьми Являются Те Даже Несмотря На То Что Знают Евангелие И Верят В Него Эти Люди Еще Более Нечестивы Чем Грешники В Конечном Счете Они Погибнут И Попадут В Ад Я Понимаю Что Иногда Рожденные Свыше Могут Испытывать Разочарование Из-за Своих Недостатков Даже После Того Как Получили Прощение Грехов И Уставать На Божьей Работе Но Я Не могу Понять Почему Люди Уходят Из Церкви Со Словами Я Больше Не Буду Работать Для Бога Я Лучше Займусь Своими Делами Некоторые Утверждают Что Обрели Спасение Даже Несмотря На То Что Не Служат Евангелию Но Это Ложь И Всего Лишь Их Собственные Помыслы Бог Снова И Снова Говорит Нам В Четверо Евангелии Что Те Кто Не Служат Евангелию Будут Ввергнуты Во Тьму Внешнюю И Там Будет Плач И Скрежет Зубов Что Такое Скрежет Зубов Не Означает Ли Это Что Человек Возмущен Несправедливым Наказанием Неверный Слуга Считал Что Получит Награду Как Один Из Святых Но Вместо Этого Был Наказан И Увергнут В ад На Первый Взгляд С Ним Поступили Несправедливо Однако Божье Наказание Никак Не может Быть Несправедливым Оно Является Справедливым И Заслуженным Вот Какой Великий Грех Совершает Человек Если Не трудится Для Бога После Того Как Получил Прощение Грехов Не будь Этот Грех Так Велик Многие Из Нас Уже Давно Бросили Бы Божье Дело Так Его И Не Закончив Но Те Кто Получили Прощение Грехов Должны Трудиться Для Бога До Конца Мы Должны Быть Преданы Божьему Делу С того Момента Как Мы Получили Прощение Грехов И До Конца Нашей Жизни Трудимся Ли мы Для Бога Отдыхаем Едим Пьем Или Что Другое Делаем Мы Должны Все Делать Во Славу Божию Подумайте Сами Разве Тот Кто Получил Прощение Грехов Не Должен Жить Во Славу Божию Судите Сами На Основании Слова Божьего Верно Это Или Нет Талант В этой Притче Это Определенное Количество Золота И Серебра Здесь Имеются Ввиду Мера Данного Богом Таланта И Количество Работы Которую Он Нам Поручил Сказано Что Бог Поручил Своим Служителям Важное Дело В таком Случае Скажите Мне Какие Люди Являются Его Служителями Мы Должны Помнить Что Бог В качестве Своих Служителей Никогда Не Использует Грешников Которые Еще Не Получили Прощения Грехов Мы С вами Должны Быть Очень Осторожными Мы Не Должны Полагаться На Наши Знания И Считать Себя Очень Умными Те Кто Хвастаются Перед Богом И Считают Себя Умнее Его Доверяют Своим Суждениям Больше Чем Слову Божьему Эти Люди Не Советуются С Божьими Служителями И Не Слушают Их Они Высказывают Только Свои Собственные Суждения И Идут На Поводу У Своих Дурных Помыслов А Когда Божьи Служители Пытаются Помочь Этим Самодовольным Людям И Призвать Их Трудиться Для Бога Они Не Слушают Их Советов Они Делают Только То Что Сами Считают Правильным И Тогда Даже Бог Отказывается От Своего Желания Их Использовать И Поручает Своё Дело Другим В Сегодняшнем Отрывке Из Писания Господин Получил Назад От Своего Неверного Слуги Один Талант И Отдал Его Верному Слуге У Которого Было Пять Других Талантов Бог Ничего Не Может Дать Человеку Который Не Трудится Для Него Кроме Упрёка Но Бог Дарует Много Похвал И Благословений Тем Кто Верны Делу Которое Было Им Поручено Что Приносит Божий Труд Радость Или Печаль Божья Работа Приносит Нам Радость И Удовольствие Даже Несмотря На то Что Наша Плоть Порой Может Уставать От Огромного Количества Божьей Работы Если Люди Которые Получили Прощение Грехов Вообще Не Трудятся Для Бога Их Жизнь Становится Скучной И Они В Конечном Счете Развращаются Чем Больше Праведный Человек Трудится Для Бога Тем Больше Он Радуется И Тем Лучше У Него Настроение Когда У вас Не Было Никакой Божьей Работы Разве Вас Не Посещали Пустые Мысли И Разве Вы Не Поступали Вопреки Божьей Воле А Не Потакали Собственным Похотям Если У нас Нет Божьей Работы Мы Начинаем Потакать Своим Похотям И Делать То Что Не Угодно Богу Понимаете Ли Вы Чем Закончат Все Кто Вообще Не Думают О Божьей Церкви Они Навеки Погибнут А Что Будет С Теми Кто С Ними Заодно Они Тоже Погибнут И Так Мы Не Должны Помогать Людям Которые Ушли Из Божьей Церкви И Занялись Своими Делами Все Мы Люди И Поэтому Могли Им Посочувствовать И Понять Их Но Если Мы Встанем На Их Сторону На Нас Падет Божье Проклятие Вот Почему Мы Никогда Не Должны Помогать Людям Прокляем Которых Бог Ненавидит Он Ненавидит Помощников Своих Врагов Еще Больше Так Что Мы Должны Подумать Будет Ли Бог Доволен Если Мы Окажем Им Помощь Иначе У нас Будут Большие Проблемы В отношениях С Богом Если Мы Будем Общаться С Проклятым Человеком Мы Тоже Будем Прокляты Сколько Бы Человек Не Слышал Евангелие И Как Бы Он В Него Не Верил Мы Не Должны С Ним Общаться Если Он Интересуется Только Своими Делами И Не Хочет Трудиться Для Бога Мы Должны Отмежеваться От Такого Человека Мы Должны Без Колебаний Разорвать С ним Отношения И Сказать Я Несовершенен И Не Могу Трудиться Для Бога Больше Но Тем Не Менее Я Остаюсь В Церкви И Стараюсь Трудиться Для Него Как Могу Но Ты Решил Отказаться От Божьей Работы И Поэтому Я Разрываю С Тобой Отношения Некоторые Люди Считают Этих Неверных Людей Которые Не Хотят Трудиться Для Бога Мудрыми И Смелыми Это Глупое Представление Неразумного Человека Основанное На Его Собственных Помыслах И Суждениях Бог Более Всего Ненавидит Тех Кто Не Трудятся Для Него И Напротив Бог Более Всего Любит Тех Кто Хотят Для Него Работать Вопреки Своим Недостаткам Знаете Ли Вы Почему Бог Меня Любит Он Я Делаю Божье Дело Несмотря На Многие Свои Недостатки Знаете Ли Вы Почему Бог Вас Любит Бог Любит Вас Не Только Потому Что Вы Получили Прощение Грехов Бог Любит Вас Потому Что Вы Делаете Его Дело И Не Потакаете Собственным Похотям Бог Одинаково Любит Всех Тех Кто Стали Его Детьми Потому Что Каждый Из Них Ему Очень Дорог Бог Поистине Любит Тех Кто Трудятся Для Бога Отца Перед Его Лицом Много Они Делают Или Мало Но Те Кто Верны Делу Которое Было Им Поручено В Конечном Счете Соберут Богатые Духовные Плоды Тем Кто Не Трудятся Для Бога Может Показаться Что Все У них Идет Гладко Но Они Будут Строго Осуждены И Прокляты Богом Потому Что Они Ему Как Бельмо На Глазу Все Закончится Тем Что Они Потерпят Неудачу Во Всех Своих Делах Тяжело Ли Трудиться Для Бога Если Мы Немного Об этом Поразмышляем То Здравый Смысл Подскажет Нам Что Работать В этом Мире Намного Тяжелее Чем Трудиться Для Бога Нам Пришлось Бы Работать Еще Тяжелее Если Бы Мы Хотели Зарабатывать Три Тысячи Долларов В Месяц Мы Могли Бы Трудиться Для Бога Вместе Но Нам Пришлось Бы Бросить Свою Работу В Этом Мире Вместе Трудиться Для Бога В Его Церкви Это Великое Благословение Потому Что Мы Посвятим Себя Праведному Делу А Все Наши Повседневные Нужды Тоже Будут Удовлетворены Жизнь В этом Мире Без Божьей Работы Это Проклятая Жизнь Поэтому Нет Никаких Причин Завидовать Подобной Жизни Какой Бы Успешной Она Не Была Люди Могут Неожиданно Потерять Все Что Имеют Из-за Тяжелой Болезни На Которую Придется Истратить В Десять Раз Больше Чем Они Заработали За Всю Свою Жизнь К сожалению Такова Жизнь Только Подумайте Какое Великое Благословение Даровал Нам Бог Хоть Мы И Жили В Прошлом Такой Жизнью Бог Благословил Свою Церковь В Наше Время Он Благословил Нас Потому Что Мы Вместе Трудимся Для Него В Его Церкви После Того Как Родились Свыше От Воды И Духа Как Сказано В Слове Божьем Это Не Потому Что Мы Такие Замечательные Бог Рад Благословить Свою Церковь Потому Что Мы Став Его Детьми По Своей Вере Живем Угодной Ему Жизнью Люди Которые Не Трудятся Для Бога После Того Как Получили Прощение Грехов Ведут Себя Странно У Бога Будет С ними Отдельный Разговор Потому Что Они Фактически Губят Других Людей Мы Должны Быть Очень Осторожными Мы Не Должны Быть Нерешительными Несмотря На То Что Дьявол Не Оставляет Нас В Покое И Пытается Пробудить В Нас Плотские Помыслы И Похоти Чтобы Мы Дрогнули Мы С вами Являемся Праведниками Мы Праведники Которые Делают Божье Дело Мы С Вами Получили Прощение Грехов И Стали Божьими Людьми И Мы Войдем В Божье Славное Царство И Будем Наслаждаться Вечной Жизнью И Благословениями Преданно Потрудившись Для Бога В Этом Мире Вот Почему В Римлянам Глава Восьмая Стих Восемнадцатый Сказано Что Наши Испытания В этом Мире Не Могут Даже Сравниться Со Славой Которую Мы Вкусим В Будущем Трудясь Для Бога Мы Проходим Через Испытания В течение Краткого Периода Нашей Жизни В этом Мире Потому Что Мы Дети Божьи Которые Вкусят Его Славу И Будут Вечно Жить Прекрасной Жизнью В том Замечательном Месте Даже Несмотря На то Что Рожденные Свыше Могут Испытывать Трудности Жить Праведной Жизнью Это Особая Честь Потому Что Бог Поручил Свое Дело Только Тем Кто Обрели Прощение Грехов Трудиться Для Бога Это Большая Честь Потому Что Бог Не Поручает Свое Дело Кому Попало Я Просто Вновь Подчеркиваю То Что Все Вы И так Очень Хорошо Знаете Некоторое Время Назад Сотрудник Нашей Миссии Сказал Мне Что Он Бросит Служение Найдет Постоянную Работу И Вернется В церковь Как Мирянин Мысль О Том Что Человек Который Служил Только Богу Может Все Бросить Найти Постоянную Работу Ходить В церковь И Трудиться Для Бога В Свободное Время Это Просто Иллюзия Иметь Постоянную Работу Ходить В церковь И Служить Господу Намного Труднее Чем Просто Все Цело Посвятить Себя Божьему Делу Если Служитель Говорит Что Хочет Оставить Служение И Стать Обычным Членом Церкви Это Означает Что На самом Деле Он Не Хочет Трудиться Для Бога Обычно Такой Человек Какое-то Время Держится Но Потом Вообще Исчезает Из Церкви А потом Он Однажды Снова Дает О себе Знать Но Уже Как Враг Евангелия Который Вредит Церкви Одни Люди Говорят Я Буду Трудиться Для Бога Только Не В Божьей Церкви Но Как Может Человек Трудиться Для Бога Не На Божьем Рабочем Месте А Другие Говорят Что Они Хотят Оказывать Поддержку Божьему Делу Евангелизации Мира Зарабатывая Мирские Богатства И Посылая Их Церкви Даже Несмотря На То Что Они Уходят Из Церкви Такие Пожертвования Божьей Церкви Не Нужны Бог Не Будет Пользоваться Этими Деньгами Если Бог Благословит Деньги Всегда Найдутся Мы Мы Вами Несем Ответственность Перед Богом Как Его Дети Это Замечательно Потому Что Мы Трудимся На Том Месте Куда Он Нас Послал Но Порой В наших Сердцах Могут Возникать Чуждые Плотские Помыслы Иногда Мы Хотим Жить Для Самих Себя В Такие Моменты Мы Должны Решительно Подавлять Эти Помыслы Сказав Следующее Именем Иисуса Я Повелеваю Тебе Сатана Из Иди От Меня Бог Даровал Нам Спасение И Он Хочет Использовать Наши Руки Ноги Уста И Все Остальное Для Своего Дела Если Мы Хотим Послужить Божьему Делу Мы Должны Отдать Богу Все Что Он Нам Дал Чтобы Исполнить Его Волю Не Думайте Что Все Решают Только Деньги Мне Жаль Тех Служителей Которые Подумывают Оставить Божье Дело И Уйти Из Церкви Я Советую Им Не Бросать Служения На Которые Их Послала Божья Церковь И Я Предостерегаю Тех Кто Уже Оставили Служение И Ушли Работать В Мир Потому Что Они В конце Концов Перестанут Ходить В Церковь Вообще Хоть И Говорят Что Будут Служить Евангелию Материальными Пожертвованиями Как Миряне Если Мы Ходим В Божью Церковь Мы Должны Трудиться Для Бога Люди Которые Ходят В Церковь Только На Богослужение И Уходят Сразу Же После Него В Конце Концов Оставят Церковь Итак Вы Должны Думать О том Деле Которое Хочет Поручить Вам Оттого Попросят Ли Вас Об этом Ваши Верующие Предшественники Или Нет Я Вас Не Упрекаю Я Просто Напоминаю Вам Что Бог Накажет И Сочтет Грешниками Тех Кто Бездельничают Или Не Хотят Трудиться Для Него Кто Обретет Спасение Если Никто Из Нас Не Будет Трудиться Для Бога Если Те Кто Должны Делать Божье Дело Не Будут Этим Заниматься То Другие Не Смогут Обрести Спасение Эти Люди Будут Наказаны Как Большие Грешники Потому Что Они Мешают Божьему Делу И Чинят Ему Препятствия Молитва Господня Гласит Молитесь же Так Отче Наш Сущий На Небесах Да Светится Имя Твое Да Придет Царствие Твое Да Будет Воля Твоя И На Земле Как На Небе И Коль Скоро Такова Божья Воля То Царство Божье Должно Осуществиться В этом В этом мире Царство Божье Это Божья Церковь А Осуществление Его Царства Это Свидетельствование Евангелия По всему Миру Чтобы Чтобы Многие Людские Души Могли Получить Прощение Грехов В Церкви Божьей Все Верующие Собираются Вместе Славят Бога Поклоняются Ему И Общаются Друг с Другом Так Неужели Бог Благословит Тех Кто Не Проводит Такую Работу Этот Мир Является Царством Дьявола И Поэтому Невозможно Установить Царство Божье Заключив Союз С Этим Миром Те Кто Работают Только Для Себя Уподобляются Тунеядцам Которые Не Работают Когда Сыты Мы Можем Много И Усердно Трудиться Потому Что Этот Труд Ради Других Людей А Те Кто Работают Только Для Себя Могли Бы Заработать Много Денег Если Вы Работали Так Как Нужно Трудиться На Служении Богу Но Разве Они Могут Много Работать Если Они Живут Только Для Себя Когда Люди Работают Только Для Себя Они Это Делают Только Для Того Чтобы Удовлетворить Свои Нужды Мы Делаем Праведное И Полезное Дело А Поскольку Оно Таково Мы Продолжаем Усердно Трудиться А От Тех Кто Живут Только Для Себя Нет Никакого Проку Эти Люди Бесполезны Сколько Бы Денег Они Не Зарабатывали Когда Я Жил В Городе Сокха Что В Корейской Провинции Гонвон Я Однажды Беседовал С Состоятельным Человеком Который Был Владельцем Большого Театра В этом Городе Несмотря На То Что У него Были Миллионы Долларов Он Сказал Что Купил Себе Лапшу За Деньги Которые Он Заработал Собирая На Улицах Мусор Пригодный Для Переработки И Принес Домой Редиску Которая Осталась После Приготовления Салата И Съел Все Это Запивая Напитком Он Сказал Что Именно Таким Образом Сколотил Себе Состояние Я Хотел Сказать Ему Я Слышал У вас Много Денег Не Так Ли Почему Бы Вам Не Дать Мне Миллиард Вон Эта Сумма Равна Сто Тысячам Долларов Чтобы Я Использовал Эти Деньги Для Достойных Целей Что Хорошего В том Чтобы Просто Хранить Деньги Они Принесут Пользу Только Если Вы Будете Их Тратить На Праведное Дело Я Потрачу Их На Праведное Дело От Вашего Имени Люди Являются Жалкими Скрягами Если Живут Только Для Себя И Ничего Не Дают Другим Конечно Мы Склонны Связывать Себя Многими Обязанностями Но Рожденные Свыше Должны Жить Ради Праведного Дела Мы Должны Жить Ради Божьего Дела До Конца Своей Жизни Потому Что Нам Его Поручил Бог Решение Оставить Божье Дело Следует Принимать Только Крепко Подумав Бог Прекратит Нас Благословлять И Оберегать Как Только Мы Перестанем Для Него Трудиться Если Мы Не Будем Продолжать Заниматься Божьим Делом На Нас Падут Только Проклятия Даже Несмотря На То Что Мы Получили Прощение Грехов И Если Дети Божьи Свяжутся С Грешниками Которые Божьими Детьми Не Являются И Будут С Ними Заодно Это Станет Для Них Кратчайшим Путем К Погибели Все Благословения Будут Отняты Если Человек Который Получил Прощение Грехов Заключит Брак С тем Кто Не Родился Свыше И Не Получает Наставлений От Церкви Он Уже Не Будет Слушать Слово И Служить Богу Если Вы Вдруг Начали Ходить В Мирскую Церковь Туда Где Бога Нет И Ушли Из Собрания Праведников То Даже Если Вы Будете Убирать В Церкви Купите Для Нее Орган И Повесите В ней Позолоченный Занавес Это Не Будет Означать Что Вы Служите Богу Какими Людьми Должны Мы Быть После Того Как Получили Прощение Грехов Должны Ли Мы Стать Людьми Преданными Божьему Делу Или Теми Кто Занимается Им Прилагая Минимальные Усилия Решать Вам Что Мы Можем Сделать Если Вы Хотите Уйти Из Божьей Церкви И Опять Таки Если Вы Все Же Уйдете Из Божьей Церкви Не Ужели В Этом Не Будет Ничего Особенного Если Вы Это Сделаете Вы Навредите Самому Себе И Наделаете Себе Много Зла Не Ужели Вы Считаете Что Многое Потеряли И Пошли На Многие Жертвы Когда Ходили В Церковь А Если Вы Будете Жить Для Себя Не Ужели Вам Придется Идти На Меньшие Жертвы Я Хотел Бы Вам Сказать Следующее Не Пытайтесь Ассоциировать Себя С Божьей Церковью Если Вы Не Трудитесь Для Бога После Того Как Получили Прощение Грехов Бог Есть Господин Своей Церкви И Поэтому Он Удаляет Тех Кого Считает Неподходящими Вы Наверное Сами Это Заметили Например Человек Ушел Из Церкви И Хотя Никто Ему Ничего Не Сказал Он Ушел Из Церкви По Своей Воле Потому Что Не Верил В Евангелие Но Факт Тот Что Бог Удалил Его Из Церкви Бог Сказал Что Ветвь Которая Не Приносит Плода Несмотря На То Что Она Является Частью Виноградной Лозы Должна Быть Отсечена Несмотря На Свои Недостатки Вы Должны Верить В Этой Евангелии Воды И Духа И Вы Должны Продолжать Божье Дело Даже Несмотря На То Что Вам Возможно И Не Было Поручено Много Работы Мы Встретим Господа Смиренно Потрудившись Для Него Неужели Вы Считаете Что Мы Могли Бы Помочь Человеку Добиться Успехов В этом Мире Только Дав Ему Деньги Вы Должны Понимать Это И Оберегать Своё Сердце Потому Что Рождённые Свыше Тоже Будут Удалены Если Они Будут Дружить С Человеком Который Не Занимается Божьим Делом Бог Знает Всё Человек Который Получил Один Талант Как Сказано В Матфея Глава Двадцать Пятая Стихи Четырнадцатый Тридцатый Это Был Тот Кто Получил Прощение Грехов Но Не Трудился Для Бога Этот Человек Оказался Предателем Этот Человек Был Очень Грешен В Сегодняшнем Отрывке Этот Злой Слуга Был Описан Без Различия Пола И Поэтому Мы Не Знаем Кем Был Тот Человек Мужчиной Или Женщиной Но Факт Тот Что Бог Считает Тех Кто Получили Один Талант Но Не Хотят Для Него Работать Злыми Людьми До Сего Дня Мы С вами Преданно Служили Евангелию Однако Еще Важнее Знать Слово Божье И Понимать Что Говорит Нам Писание Если Мы Замечаем У себя Какие-то Недостатки Мы Должны Признать Их Перед Богом Мы Также Должны Признать И Принять В свое Сердце То Что Сказал Бог Вы Должны Осознать Я Должен Верить В Евангелии Воды И Духа И Трудиться Для Бога Даже Несмотря На Эти Свои Недостатки Из-за Своих Недостатков Я Не могу Быть Другим Человеком Но Я Считаю Что Не Должен Делать Того Что Огорчает Бога И Недостатки Бог Знает Вас Отлично И Он Отсечет Гнилые Ветви А Если Этого Мало Он Может Послать Этим Людям Неизлечимые Болезни И Разоблачить Их Нечестие Перед Всеми Людьми У нас Есть Недостатки Но Мы Благословенные Люди Которые Получили Прощение Грехов И Трудятся Для Бога Я Верю В Это А Вы В Это Верите? Поскольку Мы С Вами Остаемся Преданными До Конца Будучи Людьми Которым Было Поручено Божье Дело Я Надеюсь Что Мы Обретем Благословение Веры И Станем Людьми Чья Вера Возрастает Каждый Миг Как Восходящее Солнце Я Надеюсь Что Бог Пошлет Нам С Вами Свои Обильные Благословения За То Что Мы Верно Служим Евангелию Аминь Благословения Благословения Благословения